Я уперся руками и попытался встать, но почувствовал, что ноги горят. Встать уже не получается. Было очень горячо, ноги горели. Я попытался ощупать себя и тогда понял, что ног нет. Ноги как будто провернули в мясорубке. Что в первую очередь пришло тебе в голову? Моя мама. Я вспомнил, как заставлял страдать ее. Я вспомнил, как обижал ее. Мы находимся в городе Мингачевир. Мы пришли навестить ветерана Карабахской войны Абдуллу, который сражался в Агдамском направлении и потерял обе ноги. А вот и сам Абдулла. Он сам приехал на машине, чтобы нас встретить. У меня все хорошо. Это вас так узнают? Сигналичий такой же ветеран, как и я. Он был ранен, когда меня выносили с поля боя. Он был ранен, когда меня выносили с поля боя. Когда я лежал в госпитале Папанино, выяснилось, что я первый в Азербайджане, кто потерял обе ноги выше колен. Да и сейчас нас на всю страну только двое. Я и Джамал. У Джамала ситуация похуже. У нас и коленей нет. Мои близкие не дают мне отчаиваться. Они помогают мне во всем. Помогают подниматься и спускаться к себе домой. Для решения повседневных дел мне помогает автомобиль. Летом чаще всего я использую коляску. Ну а сейчас похолодало. 27 сентября началась война, а 28 числа я отправился на войну. Был добровольцем. Сначала был в Бал-Лагая, а позже перенаправлен в Агдамское направление. Всего пять дней. 28 сентября я отправился на войну, а 5 октября уже был ранен. Нас отправили в Агдам. Заняли пост и все пять дней пробыли там. Каждый день была перестрелка. Был у Марли Кянан, да смилуется над ним Всевышний. Он стал шахидом. Он нам сообщил о том, что слышны какие-то звуки. Он услышал, что кто-то крадется к нам. Мне 30, и я за всю жизнь не видел такой кромешной темноты. Невозможно было разглядеть даже двух метров перед собой. Омари Кянан был ранен на ваших глазах. Да, он окликнул нас. Скажу вам так, если бы не он, то армяне бы спокойно зашли бы на наши позиции, и мы бы ничего не почуяли. Вот кто выжил в том бою, все они обязаны своей жизнью тому парню. Я отошел буквально на пару метров, как рядом со мной разорвалась мина. Меня ранили в двухметровом окопе с расстояния в 4 километра. Это был 82-мм миномет. После разрыва ударная волна отбрасывает тебя метра на 3-4. То есть вот взрыв, и ты обнаруживаешь себя в 3-4 метрах от него. Ничего не видно. Все белым-бело. Словно ты умер и идешь по туннелю. В ушах звенит, и ничего не слышно. Через какое-то время зрение восстановилось. Чего не скажешь о слухе. В ушах по-прежнему гудело. Тогда я захотел привстать. Не было никакой боли. Я подумал, что меня просто свалила ударная волна. Я уперся руками и попытался встать, но почувствовал, что ноги горят. Встать уже не получается. Было очень горячо. Ноги горели. Я попытался ощупать себя, и тогда понял, что ног нет. Мина взорвалась в метре справа. Ноги как будто провернули в мясорубке. Некоторые люди сегодня говорят мне, мол, врачи должны были сохранить тебе колено. Пусть Господь дарует им долгую жизнь. По мне, так лучше, если бы врачи спасли бы жизнь нашего бойца, чем мою коленку. Врачи не ампутировали мне ногу. Они спасли мне жизнь. Они ничего не резали. Ног у меня и так не было. Миномет позаботился об этом. Есть видео, как меня раненого вывозят из Агдама. Я лежал на земле в ожидании смерти. Обрисую для вас. На одной стороне траншеи были Армении, на другой стороне наши выжившие солдаты. А я был посередине. И перестрелка идет над твоей головой. Мне на помощь спешил дядя Мушвик, который воевал вместе со своим сыном. Когда он нас спасал, пуля сразила его. Сын его был в том бою. Вы представьте себе, каким нужно обладать достоинством, чтобы вынести сначала раненых и в последнюю очередь тело своего отца. Меня вынесли оттуда и увезли в поселок Сарджалла. Там меня прооперировали. А когда я пришел в себя, то был уже в Ахджабаде. Про себя я думал, что одну ногу невозможно будет спасти. Она была в очень ужасном состоянии. Но насчет второй я думал, что можно что-то придумать. В больницу я прибыл с такими мыслями. Когда я пришел в себя после наркоза, я обнаружил вокруг себя много врачей. Все удивились, так как час я ехал, еще час я был без сознания тут. И то, что я смог выжить, было большим чудом. Врач сказал, что перебиты обе артерии. А это означает, что в течение четырех минут я мог полностью истечь крови. А ведь во время боя, поднимая взгляд в небо и видя пролетающие пули над твоим лицом, надежда умирает. И тебе кажется, что помощь уже не придет. Я не знаю, как было у других, но у меня было именно так. С момента взрыва мины, тело как будто сжимается. Я не мог пошевелиться, но и боли не было. Что в первую очередь пришло тебе в голову? Моя мама. Я вспомнил, как причинял ей боль, как обижал ее. На видео, я вам его покажу, видно, как я говорю только о ней, о своей маме. Если меня не будет, то и ее не станет. Моя мама диабетик. В течение шести месяцев, пока меня не привезли домой, она не знала, что у меня нет ног. Она узнала только тогда, когда я вернулся домой. А мама знала, что ты ранен? Да. Я сам позвонил и сказал, что пуля слегка меня ранила. И вышла на вылет. Так что не волнуйся, я в больнице. И каждый раз я разговаривал с ней, не подавая виду. Ну, чтобы не волновалась. Я хотел подготовить ее к своему состоянию. Позже я сказал, что у меня началась гангрена, и мне нужно ампутировать ступню. Мне не сказали, что после этой вести ее сахар в крови поднялся до пятьсот шести миллимолей. Она впала в кому, и ее пришлось оперировать в срочном порядке. При каких обстоятельствах мама узнала всю правду про твои ноги? У меня тут есть свояк Парвис. Он провел мою маму в комнату и объяснил все как есть. Он сказал, что есть много матерей, которые бы хотели, чтобы их сыновья вернулись домой хотя бы в таком состоянии. Может даже хуже, но чтобы он был живой. Мы благодарны Господу за сегодняшний день. Разговор состоялся до того, как я пришел домой. Ей было сказано, что я потерял обе ноги. Плюс в дворе была каритоскорой помощи на всякий случай. Что вам сказать? Я не видел ее шесть месяцев. Она единственная, которую я люблю больше жизни. И это невозможно описать словами. Хвала Всевышнему, что мы вновь увидели друг друга. Я очень много доставлял хлопот своей маме. Очень много. Уверяю вас, когда я раненым лежал на земле, то перед глазами пролетело все, что я заставил пережить свою маму. Прям все. Как может разбивать сердце сын, который ведет разгульный образ жизни? О каких хлопотах идет речь? Я поздно приходил домой. Бывало, не ночевал дома. Я жил своей жизнью, не считаясь мамой. Ей было больно. Я не смог встать и обнять ее. Ей пришлось наклониться и обнять меня. Иногда, прокручивая последний бой, я думаю, а что, если во время перестрелки я бы не побежал на армян, ведь я мог остаться на своем месте. Возможно, я бы не был ранен тогда. Конечно, я не хотел, чтобы армяне зашли на наш пост. И побежал я тогда, чтобы занять окоп получше. Как же ты тогда пошел добровольцем на войну? По мне, любой мужчина, который хоть немного задумывался о своем доме, своей семье, о доме своих близких, не мог остаться в стороне от этих событий. Я уходил на войну с улыбкой на губах. Близко мне сказал, что записался в самый последний день перед отправкой. Мне было бы обидно, если бы я потерял ноги в последствии аварии или болезни. Но я потерял их ради такого благого дела. Поэтому я ни о чем не жалею. Я счастлив, что я причастен к нашей победе. Возможно, мой вклад не такой большой, но каждый делал все по мере своих возможностей. Я ведь не профессиональный военный. Я ушел на войну из Чайханы. И вы создали семью. Все верно. Когда я решился сыграть свадьбу, я попросил разрешения у матерей погибших ребят, которые живут тут. Я в такой ситуации, когда мамины годы уже не те. Ей тяжело. А я ей не могу все рассказать. И пришлось поторопиться с женитьбой. Мы знали друг друга и раньше, но романтических мыслей не было. После войны она написала мне, поинтересовалась моим состоянием. Я ответил. Так и закрутились отношения. И мы решились на свадьбу. Когда смотришь фильмы про войну, то думаешь про себя. Вот бы мне автомат. И я всех врагов накажу. Но когда оказываешься на настоящей войне, то все иначе. Звуки, запахи. Все настоящее. В 20-30 метрах от тебя разрывается снаряд, и земля под твоими ногами дрожит. Тебя осыпает песком. Когда мы были в Агдаме, целые сутки шел дождь. А земля там специфическая. Обязательно еще раз пойдем в Агдам. Так вот, после дождя земля превращается в такую клейкую грязь, что чуть ли не срывает ботинок с ноги. Сложно было. И промокаешь насквозь. Конечно, есть и те, кто переживал ужасы похлеще меня. Я-то всего 5 дней воевал. В целом 7 дней пробыл на войне. А потом уже был в госпитале Папанино. Но ведь были братья, которые до последнего дня войны терпели все тяготы и невзгоды жизни на войне, под снегами и дождями. Вы слышали весть о победе? Мы были в Папанино. И Джамал там был. Все там были. Это были восклики радости. Папанино просто гудел от шума. Это была потрясающая атмосфера. Все радовались. А ведь в госпитале каждый что-то потерял. Кто ногу, кто руку, кто глаз. В этом победном угаре все забыли о боли. О том, что потерял.